Мы охарактеризовали общественно-политическую обстановку во времена наших патриархов Авраама, Исаака, Якова, Иосифа и его братьев. И мы говорили о хеттах. И помните, что для нас важно, когда мы говорили о хеттах? Во-первых, то, что хеты хорошо относились к евреям и к Аврааму. Во-вторых, если я говорю то, что важно, значит, это вы записываете, да? Мы говорили о хеттах, то, что некоторые законы хеттов, они оказываются очень похожи на те законы, которые мы встречаем в Торе. И, в частности, для нас очень важно, что договоры, которые заключали хеттские цари со своими вассалами, очень напоминают нам, как их, ну, завет Моисея, завет Моисея, очень нам напоминает. Так, сейчас мы характеризуем, конечно, мы очень подробно не сможем остановиться на жизни наших патриархов, но поговорим об Раме, Исааке, Якове и так далее. И вот если мы говорим об Аврааме, прежде всего, нужно говорить в трех аспектах. В трех аспектах. В трех аспектах, в составляющих завет. Бытие, 12 глава, 1-3 стих. 1-3 стих. Завет, вы знаете, кто инициатором завета был? Авраам или Бог? Бог. Бог был инициатором завета, правда? И интересно, что книга Иисуса Навина говорит, что в молодости и Авраам, и его отец поклонялись идолам. Иисус Навин, возьмите сноску, Иисус Навин, 24 глава, 2-й стих. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. Это слова Иисуса Навина или слова Бога? Да, так говорит Бог Израилев. Значит, это слова Бога через Иисуса Навина. Да? За рекою жили отцы наши из древней. Пара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. То есть, мы видим, что Авраам, он не всегда был с Богом. Он не родился христианином, потому что его папа был христианином, или бабушка была христианка, да? Он получил личное откровение от Бога, да? Он получил личное откровение от Бога. И завет имел несколько составляющих частей. Итак, завет, да? Патрия 12 глава, 1-3 стих. Инициатором завета кто был? Бог. То, что я сейчас вам повторяю, у вас это должно быть записано, да? Потому что есть некоторые вещи, о которых я вам уже говорил, да? Я просто говорю для примера, для иллюстрации. Вы это можете понять, но есть вещи, которые вы должны обязательно записать. Да. Итак, первый аспект – это завет. Инициатором завета кто? Бог. Да. Сам Авраам Бога не искал, правда? И в книге Иисуса Навина сказано, что Авраам, как и его отцы, поклонялся иным богам. Но он получил откровение от Бога. Итак, Бог был инициатором этого откровения. В чем же заключался этот завет? Земля. Земля. Первый, второй, третий и так далее. Второй пункт. Земля. Это территория Эрис-Кнаан, которая была обещана Аврааму, как земля для его народа. Второе. Народ. Народ. Аврааму было обещано, что он станет отцом многих народов. Но, в частности, еврейского народа, да? От которого будет спасение, да? И семьи, и Бог. Да? Хорошо. Значит, народ произойдет, Бог целый народ. Признание. Признание. Третий подпункт первого пункта. Признание. Авраам, видите, был обыкновенным кочевником. Но он был благословен Богом и был признан царями других народов. Ну, вождями, королями. Как вам удобнее? Мы уже говорили, что слово царь не совсем соответствует истинному положению. Это больше библейского, как короли, да? То есть, простой обыкновенный кочевник. Чем-то Авраам отличался, он образование какое-то особое имел. Просто обыкновенный человек. Но он был послушен Богу. Мы будем говорить о том, что Бог многократно и многообразно говорил не только Аврааму. Он говорил и другим народам, и их вождям. Но он был признан царями народу. Защита. Бог обещал защиту. И Божья рука простиралась над Авраамом и его семьей, защищая их. И последний подпункт первого пункта. Предназначение. Когда Бог заключил завес Аврааму, не только потому, что Авраам понравился Богу, ну и решили они подружиться. Да? Бог дал Аврааму предназначение. Мы уже говорили, да? О предназначении, предвидении, что это не судьба. Человек может принять и может не принять. Мы видим, что Фара, отец Терах, и в другой транскрипции отец Авраама, он тоже получил откровение выходить из Ура и идти куда-то. Но он выполнил эту задачу. Он не выполнил полностью, да? Он отделился, но дальше он не пошел. Видимо, обремененный был семьей. Знаете, есть такое выражение? Балбес. Балбес – это баал, хозяин. Бес – это индийский вариант произношения дом. Хозяин дома, да? Это человек, обремененный семьей. Мы увидим, что отец Авраама оказался балбес. И поэтому Аврааму пришлось освобождаться от лишних родственников. Один раз, потом второй раз, потом третий раз, да? Первый раз он вышел, кто-то там остался, да? Он взял Нахора, взял племянников своих, да? Потом он оставил Нахора. Это уже второй раз он отделился, да? И третий раз, когда он уже оставил Лото своего племянника. То есть, видите, для того, чтобы быть призванным Богом, надо что быть? Отделенным, да? К слову, кадош. Видите, кадош – катка. Кат – корень, кат. Сосуд – это тоже корни. То есть, сосуд, что отделяет содержимое от всего остального. Поэтому, для того, чтобы получить Божье посвящение, он должен был, Авраам, что? Отделиться, да? И от себя тоже что-то убирать. Может быть, что-то даже более дорогое. Да. Второй пункт большой. Авраам – обыкновенный человек, которого использовал Бог. Да? Авраам. И мы часто встречаем такие хасидские всякие заморочки, что вот благодаря праведности, особой суперправедности наших отцов, ну, знаете, Авраам был женат на своей сестре. Он иногда, даже два раза, да, по-моему, был сводником, так сказать, своей сестры. Правда, дело не доходило до непоправимого, благодаря только Божьему присутствию, да? Абраам часто шел на компромиссы, и у него были определенные проблемы. То есть, мы видим, что это был самый обыкновенный человек. Вот некоторые думают, что Бог выбирает каких-то особых людей, и если ваш пастор, если ваш вождь, так сказать, духовный не соответствует этому, да, значит, не все в порядке. Но Бог действует через обычные идеи. И наоборот, даже говорят, чем проще человек, да, чем он ниже, не самый умный, не самый красивый, не самый богатый. Но Бог дает ему возможность совершать великие дела. Итак, второе, что мы говорили, Бог делает совершенные дела через что? Несовершенных людей. Это вы должны четко записать. И третье, что Авраам – это человек веры, да? Авраам – человек веры, поверил Авраам Господу, да? И это уменилось ему в праведность. То есть, Авраам поверил Господу. Ну, вы знаете, что вера Аврааму Господу тоже не всегда была совершенной, да? Были периоды отката, и были периоды, когда вера увеличилась. Но вера Аврааму все-таки постоянно с каждой ступеньки, мы будем говорить о жертвенниках Авраама, она шла вверх и приближалась к Господу. Третье. Авраам – человек великой веры. И мы говорили, поверил Авраам Господу, да? Но мы еще должны сказать, что эта вера не всегда была совершенной, да? Второе. Вначале она была просто, поверил он Богу. Но с каждым последующим разумом, с каждым последующим жертвенником эта вера возрастала. Второе. Мы говорили, что Авраам – обыкновенный человек, и Бог делает свои совершенные дела через несовершенных, да, через несовершенных людей. Не будем повторять первое и нулевое. Давайте будем дальше идти, правда? Если нужно, я вам дам потом конспект. Видите, евреи стали благословением через Авраама, через его потомство, через его семя. Вот такие примеры. Авраам самим собой принес свидетельство и благословение Хананеям, Филисимлянам, Хитеям. И в несколько отрицательном смысле – египтянам. Потому что когда они видели, да, Авраама, они увидели Бога. Даже египетский фараон, и то, очень испугался, но все-таки понял, что Бог есть, правда? Даже своими несовершенными делами Авраам приносил свидетельство благословения Хананеям, Филисимлянам, Хитеям, и в несколько отрицательном смысле – египтянам. Иосиф был потомком Авраама, и он восполнил для египтян недостаточно свидетельства, представленное его предком. Иосиф благословил народ Египта самым удивительным способом. Два саглядатая, которые проявлялись в Ерихон, перед тем, как он был разрушен, они тоже стали благословением для семьи, да, как мы говорим, хананейской блудницы Раав. Хотя в действительности там употреблено не совсем то слово, она не была проституткой, она была содержательницей и постояла у двора. Вот так, если сказать. Но, да, со содержательницей гостиницы. Дальше. Одна из прадочерей Авраама, Наоми, стала благословением для Руши и Орпы. Моисей стал благословением для своего мадьянского теста и отвара, или Итро. Давид даже своих врагов или семлян составлял признать величие Господа. Пророк Илья был благословением для Сидонской Давы в Сарепте. Елисей был благословением для Неймана. Иона, хотя и был отрицательным пророком, да, но даже его отрицательное пророчество было благословением для Неневии. Соломон оказался благословением для царицы Савской, мы уже говорили, то есть для Юга Аравии. И для Эфиопии. Даниил и его друзья, да, помните, Сидрах, Мессаха, Динага, стали благословением для жителей Вавилона. Эстер стала благословением для всего Персидского царства. Езекииль, Еремия, Езра, Неемия и другие пророки приносили слово Бога не только евреям, да, но и неевреям. То есть мы видим, как это благословение переходит дальше, на другие народы. И некоторые говорят, что Ишуа, Мессия, это уже конец. После Ишуа, Мессия все эти благословения, и все это прервалось и перешло от Израиля, да, к церкви. Вот, но в действительности, в действительности, я думаю, что и об этом говорит пророк Захария, да, помните, возьмутся десять народов за цицит евреев. То есть у Израиля есть предназначение. И мы говорили, что то понятие, которое говорится, что войдет полное число язычников, оно не соответствует истинному положению вещей. Потому что нет там такого полного числа язычника. Еще, видите, евреи это народ святой. Святой что значит? Отделенный. Отделенный. Дворим, седьмая глава, шестого по одиннадцатый стих. Ибо народ ты святой, уси сильного, то его. Ну, и дальше там сказано, почему Бог избрал евреев. Я сейчас не буду цитировать. Но из этого следует первое. Народ святой что значит? Отделенный от мира. Отделенный от мира и для кого? Для Бога. Всегда отделение от чего-то и для чего-то. Второе. Евреи и его собственность. Евреи личная собственность Бога. Конечно, все принадлежит Богу. Да? Но вы знаете, что вот были такие случаи, когда вот, например, в Польше преследовали некоторые евреи, короли объявляли, что евреи являются личной собственностью короля. То есть, никакой Сейм, никакой суд не мог судить евреев. В Польше у евреев был свой собственный суд, назывался Ваат, союз четырех земель. И ни один суд не имел права судить еврея, кроме королевского суда. Действительно, в таком же смысле и евреи это особая собственность Бога. Никто не имеет права судить евреев, и всякий, который судит евреев, и всякий, кто говорит что-либо плохое слово против евреев, он что имеет? Проклятие. Проклятие. Конкретно. Даже если это сделано в шутку, в виде различных анекдотов, я сам люблю анекдоты про евреев, но потому что я сам еврей. Но когда не евреи, зло, говорят, да, о евреях, я так думаю, что анекдоты про чукчей, это тоже изобретение евреев, вот, но если начинаются такие вот даже бытовые вещи говорить о плохое о евреях, это тоже проклятие для вас и детей ваших. Еще этот отрывок говорит третий момент. Избрание, наше избрание, это что? Свидетельство любви и милости Божьей. Потому что Бог не потому избрал евреев, что они самые умные, самые хорошие, да, и не потому, что они любимчики Божьи. Евреи всегда говорили, Господи, почему ты избрал нас? Лучше бы ты избрал кого-то другого, правда? Ну, так получалось. Значит, третье наше избрание свидетельство любви и милости Божьей. Четвертое, Бог уверен своей клятвы, да, и эта верность сколько будет? Сколько земля существует, да, вечно. Когда будет новая земля, что мы там будем видеть, мы там посмотрим. Может, там и не будет евреев, и не евреев, язычников, и так далее. Но Новый Иерусалим будет все-таки Иерусалимом, а не Москвой и Новыми Васюками, правда? Там будет 12 колен. Да, и там будет 12 колен. Так что, все-таки, я думаю, что будет и в будущем, даже в новом мире особое отношение к евреям. и Бог верен в свои клятвы, да, Бог верный. И милость Бога на сколько поколений? На тысячи поколений. То есть, примерно тысяч 30 тысяч лет. Некоторые говорят о миллионах лет человеческой истории. Я не знаю, правда это или нет, да. Вот там есть 10 тысяч лет до нашей эры фильм. Я там только посмотрел эти титры этого фильма, там, маленькие представления. Я уже нашел шесть несоответствий исторических. Просто мельком охуедешь и все эти смотришь рекламы. И видите, особо 30 тысяч лет в Москве. Но вся человеческая история, вот нету ни одного свидетельства такого подлинного, которое где-то было бы за пределы этих 6 тысяч лет. Вы понимаете, если говорят, что мы нашли 30 тысяч лет назад какой-то там костяной наконечник, то эти все определения по углероду и другим, они не всегда правильные бывают. Я думаю, что евреи появились с Авраамом и прошло с этого момента 4 тысячи лет. Еще сколько остается? 26 тысяч лет, как минимум. Правда? Да. И избрание, мы говорили, избрание, оно что? Не означает привилегированность, это отметить, потому что всегда евреев за это избрание осуждают, да? И вы сейчас говорили, почему Бог избрал народ, да? И мы говорили, что избрание, избрание не означает привилегированность, особые качества или что-либо, которое служит причиной для гордости. Да? Бог избрал, и он избрал по своему суверенному желанию. И он избрал и дал свое предназначение. Если евреи выполняют это предназначение, они что? Благословенны. Но если они не выполняют эти предназначения, то несчастье на евреев намного больше, да? Чем других. Мы видим даже из Да, мы даже видим это из видите из истории семьи Гитлера, да? Вот. То есть действительно. Если уж еврей благословен, так благословен. Если не благословен, то это очень серьезно. Поэтому самое главное это быть с Богом. И мы тогда будем иметь эти благословения. Это не значит, что все наши проблемы будут решены, что мы будем богатые, но богатство это тоже одно из средств. Одно из средств. Но самое главное, что мы имеем живое общение. И мы имеем усыновление. Помните? Девятая глава послания римлянов говорит о тех вещах, которые имеют особо евреи, отличаясь от всех других народов. И одно из качеств это какое? Усыновление, да? Одно из качеств усыновления. Мы имеем живое общение с живым Богом. Но есть еще предназначение в отношении Торы. Тора дана евреям, да? Мы будем говорить, что Бог давал Тору разным народам, но только евреи приняли Тору полностью, в полном объеме. И задача евреев хранить и исполнять Тору. Вторая задача принести народам закон, да? и третья мы говорим, что Ишуа Мессия это живая Тора. И Новый Завет это тоже еврейская Тора, правда? Это тоже еврейская Тора. Теперь мы поговорим о качествах Евангелия, о качествах Авраама. Первое, что Авраам был первый евангелист. Мы уже немного говорили, да? Что Авраам что сделал? Приобретал души для Господа. 12 глава Бытия, 5 стих, что Авраам взял царай, жену свою, лота племянника своего, имущества, приобретенные ими, а также души, созданные ими в Харане. И вышли, направляясь в страну Кнаана. Как же они создавали эти души? Найдется кого-то стакан или что-нибудь подобное? Совершенно верно. Они проповедовали. Евангелие означает благая весть. И как благая весть у Авраама была, да? Есть Бог, это любящий, истинный Бог. И это не те идолы, которые поклоняются другие люди. И Авраам имел живое общение с живым Богом, да? И служил этому примером. Помните, мы говорили, что есть такое мнение, и так сказано в книге исход, что Авраам выполнял все заповеди, да? Но заповедей как таковых тогда не было. Он получал откровения от Бога. Это была Тора, полученная от Бога. Авраам человек, первый, совершивший Алью. Алья в нашем понимании имеет два аспекта. Первое Алья это переезд в Израиль, и Авраам действительно переехал из Израиль, да? Второе Алья это восхождение к чтению Торы. И это делает 13-летний мальчик, а если хочется и 12-летняя девочка, нет прямого указания, но нет прямого запрета по отношению девочкам. Поэтому говорят об армице и батмице. И так же самое Авраам совершил Алью какую? Физическую и Алью духовную, правда? Он поднялся в Эрис Израиль, и это была физическая Алья, и духовная Алья, это нечто особое, это нечто особое, то, что Бог лично дал Авраам. И если говорить об Алье и об обетовании земле Израиля, то вот интересное название Святой Земли. Интересное название Святой Земли. Земля Израиля, земля жизни, земля желанная, земля хнаана, земля газелей, первое название. Эрис Израиль называет землей газелей, и Талмуд объясняет это так. Если газель лишается части шкуры, то новая кожа никогда не нарастает полностью. Часть плоти газели остается открытой. То же происходит Израиль, который обеспечивает еврейский народ достаточной площадью и пропитанием. Пока он живет в ее пределах, но стоит ему покинуть эту землю, как она вянет и даже как будто уменьшается в размерах. Вы знаете, что в 1947 году перед образованием государства Израиль была комиссия Организации Веденных Наций, которая заявила, что землю Израиля невозможно восстановить. Да, но как только евреи пришли в землю, это одно из чудес, которые дал Бог, как нам реальное свидетельство. Второе название земли Израиля Эрис Израиль называется Эрис Хаим. Хаим это что? Землей жизни. Эрис Хаим Ки Ми Цион Тец Тара Удвар Гаше Ми Иерушалаем Земля жизни. Почему? Потому что из Циона выйдет Тара и Слово Божие из Иерусалима. Еще можно перевести Эрис Хаим как земля живых. Говорят, что Израиль это врата в мир грядущий. И вы знаете, что очень многие евреи пытаются быть похороненными на Иллионской горе, да? По какой причине? Потому что те, кто там первые воскреснут. Ну, знаете, воскреснут все. Я уверен, даже те, которые рассеян прах был и так далее, это египетские фараоны думали, что воскреснут это только те, у которых хорошие мумии будут. А если у мумии руку отрезать, не знаю, что без руки воскреснется. Но действительно все воскреснут все, да? У Бога есть своя матрица. Фильм «Матрица» все смотрели, да? Все эти фильмы имеют какую-то духовную основу, правда? У Бога есть своя матрица и мы по этой матрице будем восстановлены. И говорят еще, что в Иерусалиме телефон с Богом не междугородний, а внутригородской. Да? Знаете-то. И что есть особое пребывание Шехины именно в Эрис-Исраэль и в Иерусалиме. Еще Эрис-Хайм тогда переводит как «Земля вечной жизни». Потому что Эрис-Исраэль в первую очередь будет воскресение мертвых. И когда это произойдет? Вы помните, когда ноги Ишуа Мессии встанут на Илеонской горе. Земля желания или желанная. Эрис-Хэмда. Помните, мы учили Хэмда-Либи, да, желание сердца моего. Хамад, не Хмада, да? Эрис-Хэмда земля желанная. Во-первых, потому что патриархи стремились Хамад стремились поселиться в ней. Во-вторых, Эрис-Исраэль является центром святости на нашей планете. И об этом сказано Тегелим 68 дробь 17. Это псалмы 68 по еврейской нумерации, может быть, по-русски там соответственно сдвиг. Гору ту вожелал, то есть Хамад Бог, чтобы обитать на ней. И даже нееврейские цари стремились Хамад как-то закрепиться в Святой Земле. Расстояние между городами Ерихо и Ай состояло всего около 4 километров. Но каждым из них был собственный царь. И удивительно, что так все стремились завоевать Израиль, что были крестовые походы. Правда? И турки стремились захватить и удержать Израиль. И англичане не хотели отдавать Израиль евреям. То есть люди как-то подспудно понимают, что тот, кто владеет Израилем, тот владеет центром всей истории человечества. Есть много земель, намного больше Израиля. Но мы о них практически ничего не слышим. Мало мы чего знаем об Истралии, о Новой Зеландии, да, даже о Японии. Правда? Где живут 170 миллионов человек, ну, 5 миллионов человек, или 6 миллионов человек Израиля, и Израиль у всех на устах. У всех на устах. И следующее название Эрис Израиль. Мы уже говорили, почему она называется Эрис Израиль. Потому что она обещана нашему праотцу Израилю. Поэтому она называется Эрис Израиль. Видите, и все эти люди праотцы наши, и Авраам, и Исаак, и Яков, они всегда были праведниками. А сынов я и Якова, которые продали своего брата, уж никак их праведникам не зовешь. А Иуда, который женился на собственной невестке, правда? Но что интересное, что есть такая еврейская мудрость, упасть, это еще не грех, грех не подняться. Запишите, может, запишите, да? Упасть, это еще не грех, грех не подняться. Они падали, и они поднимались. И Эрис Кнаан. Мы говорили, кто такие канонеи, да? Казалось бы, эти люди совершенно неправедные. Вот. Но слово Ханаан означает также покорность и смирение. И мы можем презентовать на Эрис Израиль, лишь будучи покорными и смиренными и послушными воле Бога. Эрис Кнаан, помните, Ханаан, да? Мы говорили, что она согласуется со словом ислам, да? Означает, что смирение. Но еще есть такое толкование, что Ханаан означает покорность, смирение, и это указывает, что если мы не будем покорными и смиренными перед Богом, то не сможем владеть этой землей. Есть не менее 46 отрывков, где Бог говорит, что завет с Израилем навек. не менее 46 отрывков вот у меня есть, если вы хотите, можете потом записать. Но земля это навек обещано Израилю и его потомку. Вот какой вопрос спорный. Вопрос спорный, какое территорию Бог выделил для Израиля? очень спорный вопрос и даже сейчас, правда? Бог, когда дал обетование Аврааму и когда Иисусу Навину и Давиду и так далее, Он говорил не только о том, что я вообще даю эту землю, но говорил о конкретных границах, пределах. Здесь у меня ряд карт, но я не буду рисовать на доске, потом на перерывы вы посмотрите. Бытие 15 глава 18 стих говорит, тот день заключил Господь Завет Аврааму сказал, потом даю я землю эту от реки Египетской, какая река Египетская? Нил, до реки Ефрат. Сейчас территория Израиля до реки Ефрат? Нет. Это половина Ирака будет еще, если посмотреть по карте, правда? Тигр и Ефрат. Прат и тигр Междуречия, да? Вот. Это бытие, отметьте, 15 глава 18 стих. Такие же границы упомянуты в книге Шмот Исход 23 глава 31 стих. И проведу пределы твои от моря Суф до моря Филистимлян. Какое это море Филистимлян? Средиземное море, а Суф Красное море. Суф Буквально это море тростника. Ям Суф Мы говорим Красное море почему-то по-русски Черное море, хотя что путают почему-то с Черным морем. Да. Ну, опять-таки это же вроде русской Библии. Устаревший термин. Значит, от Красного моря море Филистимлян и от пустыни до реки. Рекой опять-таки подразумевается Ефрат. А пустыня это что? Синай, да? И мы говорили север Аравийского полуострова. И Береши 12,7 подтверждает тоже по толсту то ему отдаю я эту землю. Здесь о границах ничего не сказано, зато сказано, что есть юридические права не только у Израиля, но и у их потомства. Вот интересно, что когда вошел народ Израиля и было много разных там вот этих хатеев, хранеев и так далее, то три народа три народа оказались нетронутыми, неуничтожены. из десяти народов, которых перечисляется три народа. Вот были покорены семь из них хананейцы, хатейцы, перезиты, амариты, ивуситы, гиргаши и рифаимы. А земли, принадлежащие трем другим народам, кенитам, кенезитам и кадмонитам, как говорят комментаторы, перейдут во владение детей Авраама только в будущем, когда приход Машиеха принесет всем народам гармонию. Всем народам гармонию. То есть, евреи покорили из тех десяти народов сколько? Семь народов. При этом, когда Егоша бен Нун входил в землю, то были определенные условия. Были определенные условия. Раззаконие, седьмая глава, с первого по шестой стих, говорит, когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, ересеев и так далее, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери его не бери за сына своего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, да, но поступайте с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, и стуканов их сожгите огнем, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, да, тебя избрал Господь Бог твой, ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле, и это разоконие, есть такая заповедь, не оставляй в живых ни души, удивительно, добрый Бог, да, мы говорили, почему же добрый Бог говорит такие страшные вещи, да, потому что здесь идет справедливость, здесь идет справедливый суд Божий, и когда евреи оказали милость этим народом, и не все народы уничтожили, то что случилось? Они проявили несправедливость, правда? То есть, иногда жалость и милость, да, может являться плохим телом в руках Бога, потому что Всевышний требовал беспрекословного подчинения, и говорят так, что прежде чем отдать приказ о переходе через Иордан, Егошев определял храненейцам ультиматум, состоящий из трех пунктов. Первое, всякий, кто предпочет покинуть Эрис-Израэль, получит такую возможность, и его не будет причинено никакого вреда. Второе, тот, кто захочет остаться в стране, должен принять следующее условие. Первое, соблюдать всем закону потолка Ноя, второе, платить особый налог, и третье, признать за собой статус граждан, пользующихся ограниченными правами. Этот ультиматум Егоша бен Нуна на что похож? Точно на тот ультиматум, который давал Ислам. Либо изгонялись язычники, либо они были обязаны принять Ислам, если народы языческие обязательно обязаны были принять Ислам, либо их уничтожали, а народы, как мы говорили, заблуждающиеся, они могли сохранять свою веру, но при этом они должны были платить особый налог, джизья, и здесь тоже говорится об этом. И последний пункт ультимата Егоша, всякий, кто решит оказать сопротивление нашего рассеяния, на этой земле будет считаться нашим врагом. И помните, были такие люди, город Гивон был, это книга Егоша, девятая глава. Они очень испугались, когда Егоша покорил города Ерихон и Ай, или Ай, да? И они придумали такую хитрость. Это чем-то похоже на то, что делал Илья Муровец, когда ехал в Золотую Орду сплотить дань. Читали легенды всякие русские? Ну, почитайте. А мне Муровец сказал взять худые мешки и так далее, но такие они тоже. Все, взяли протершуюся одежду, плохие мешки, плесневые сухари и сказали, что они приехали, там чуть ли не год сюда шли, да? В действительности, как только заключили завет с ними, оказалось, что это был обман, потому что было написано, не заключая союза ни с ними, ни с их богами. Исход 23 глава 32 стих. И судья начинается с Шафтим, судья 3 глава 1 стих написано, вот те народы, которые Бог оставил, чтобы испытывать израильтян. То есть, израильтяны не полностью, не полностью, да, уничтожили и не полностью покорили эти народы. И это была большая ошибка. Но, кстати, были такие случаи, когда нужно было защищать вот этот народ, он все равно, хоть и обманан, но вошел в состав Израиля. Мы потом как-то об этом поговорим. Вот, посмотрите, карты как считают некоторые деятели о границах Израиля, да? Пока на перерывах можете по карте посмотреть. о границах